Вы 13-й чемпион мира, априори каждый чемпион мира величина, великие шахматисты. Я думаю, что были еще люди, которые не стали чемпионами мира, но тоже были великими. Кого вы считаете самым гениальным шахматистом всех времен и народов? Это такая расплывчатая... Вот для вас? Категория слишком расплывчатая, чтобы можно было на этот вопрос отвечать. А кого вы считаете самым лучшим футболистом всех времен и народов? Там Филе, Марадон, Миссис? Выбор небольшой, да. Ну, хорошо, ну, уже, между прочим, уже тупик наступил, да, знаете, как бы... Ну, у вас тройка есть такая? Ну, скорее всего, тройка, но хотя там, я думаю, может быть, кто-то скажет Беккенбауэр, я не знаю, в принципе, да, там. На самом деле, я думаю, что найдется еще какое-то количество кандидатов, хотя понятно, что, скорее всего, большинство людей упрется в эти три фамилии. Но, например, даже уже в этих трех фамилиях выбор будет определяться во многом возрастом человека. Вопрос в том, видели ли в матче, скажем, Бразилия-Италия 70-го года, первый чемпионат мира, который я смотрел, там, значит, там, и там, Гоу Пиле, там, в начале матча, там, гениальность, что они вообще доминация пили. Либо там вы росли на, там, на футбольных матчах уже середины 80-х, и помните, как там Марадона, там, там, рвал чемпионат, там, забивал англичанам, правда, иногда рукой. Вот. С кем не бывает. С кем не бывает, да. Либо вы смотрите футбол сейчас, и, как бы, тогда уже понятно, что, там, скорее всего, это будет Месси. А в шахматах, конечно, история в этом плане подлиннее, потому что можно выбирать, там, из большего числа кандидатов. У меня есть литература, и вы видите мысль, развитие мысли. Вот. Но это развитие мысли означает, что на данном этапе чемпион мира, он был, как бы, впереди планеты всей. То есть, это человек, который вносил свою лепту в развитие шахмат. То есть, ясно, что каждое следующее поколение, оно становилось более совершенным благодаря, в том числе, тому, что сделано было этим чемпионом мира. Ну, это, как бы, вот, пожалуй, более объективное сравнение будет с, как бы, развитием науки. Ну, совершенно очевидно, что, там, там, Эйнштейн знал гораздо больше Ньютона. Не потому, что он был гениальный, а ровно потому, что прошло... Время. Там, да, 200 с лишним лет, как бы, да, и просто по определению он должен узнать больше. Ну, для вас, тем не менее. А сегодня другой студент, знает, там, изучающий физику, знает, наверное, больше, чем Эйнштейн и Ньютон вместе взятые. Ну, вероятно, объем знаний, который можно получить. Ну, и что? Это же, как бы, не... Ну, для вас, кто ближе, вот, из самых великих? Кого вы считаете, вот, величиной? Честно, мне, как бы, вот, 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 я, я писал, все-таки, книги про всех чемпионов мира. Да, да. И именно поэтому мне очень трудно выбирать, потому что, когда пишешь книги, там, значит, вот, вот, это, мои великие предшественники, вот эту серию, то ты, как бы, вживаешься, вот, как бы, каждый чемпион мира, вот, ты начинаешь понимать, как бы, ну, пытаешься, подсказать, проникнуть, вот, в, в, в метод мышления, в процесс принятия решений, и как-то сживаешься, вот, с этим образом уже. Вот, я помню, я, когда писал, там, Кавапланка-Алехин, там, они, тут, все-таки, там, глава, как бы, да, там, там, матч Буэнос-Айреса, глазами Кавапланки, глазами Алехина. И вот, когда я писал со стороны Кавапланки, была одна, была одна картинка, да, а потом, когда пишешь о Алехине, картинка становится другой. Вот, трудно сказать. Я, как бы, вот, вот, я играл с многими чемпионами, ну, так получилось. Кстати, с какими чемпионами мира вы играли? Ну, как, ну, это можно, значит, с Ботвинниками я не играл, только, только, только общался, очень много. С Паски играли. Ну, если считать по очереди, Смыслов, Таль, Петросян, Спаски, Карпов, Крамник, Анант, даже с Карлсоном успел сыграть, хотя только в быстрые шахматы, там, ну, с ним, там, работал уже, как, как, как. Кто, кого? Общий счет у меня есть? Как в анекдоте, никто никого, знаете, в шахматы играли. Нет, нет, счет у меня все-таки будет довольно приличный. Я не считаю. С Карлсоном, да? Нет, с Карлсоном, а, ну, ну, мы все-таки, было еще 14 лет, как бы, там, да, неполных, неполных, 14 было, вот, но это было, опять, в Рапид мы играли, он входил в шахматы, это был 2004 год, я уже, как бы, уходил из них. Продолжение следует...